Здорово, друзья. У нас здесь назрел очень важный, волнительный вопрос. Можно ли проехать на одном колесе всю карту в GTA? Сейчас мы это узнаем в ролике Кингдема. Погнали. Снова. Давай. Какую? Афро. О. А видно будет? Не будет видно. Нет. О, шикардосики. Добрый день. Или точнее... Was good with it? Точка, студия, комментарии. А ты снижаешь, когда ты проходишь всю карту GTA на Уилли? Вы спросили, что такое Уилли? Нет. Все равно отвечу. А сам все это комменты писала, нет. Это трюк, когда райдер едет на заднем колесе. А-а-а. Крутипедали, стоя, называется Gop Style Willi. Хотя так тоже можно довольно далеко ехать. Это актуально для... Бла-бла-бла-бла-бла. Езда на одном колесе. Почему обязательно всё нужно усложнять? На самом деле идея не нова. Трюк подразумевает, что вы пройдёте из пункта А в пункт В на одном колесе. Ни разу не коснувшись земли передним колесом. Однако чудилы, которые утверждают, что прошли всю карту на одном колесе, зачастую облицают видос. Что наталкивает на мысль? Что это всего лишь фейк? Пластиковая таленка. Это пор посуда пластиковая. Ну, в прошлый раз ты жаловался, что 95% нашей прибыли идёт на посуду. Поэтому мы решим сэкономить. А они точно не заметят подвоха? Да, на монтаже подложим звук, никто не заметит. Хм, тогда ладно. Что наталкивает на мысль, что это всего лишь фейк? Ну, есть одна проблема. Я особо не ездил на одном колесе. Да и в трюках на байке или бмксе я не особо хорош. Но, как говорит Джейсон Стэтхэм, лучше 5 сантиметров спереди, чем 25... А, не, сколько прошло. Прощай. Ничего не научишься, пока не проиграешь. Что? А там столько попытался проехать, смотри. На одном колесе. Бедняга. Минус клава. Поэтому сегодня я побью... А, точнее, мы побьём целых двух рекордов. И навсегда. А, ну, пасту. Оставим наше имя в истории. Что может пойти не так? Стоило мне запустить игру, так я получил приступ кринжа. Почему игра выглядит, как старая потрёпанная бабка? А, ну да. Единственный год. Нам срочно нужны моды. Давайте. И, конечно, как вишенка на торте, у нас квант 3.0. Это, пожалуй, лучший графон на данный момент. В особенности, хотелось бы отметить дождливую погоду. Хорошо смонтировано, да? Да, вообще хорошо. Слушай. Объясню наш план. Ибо у других чудил не было плана. А, как известно, цель без плана это сынта. Мы начнём с аэропорта и доберёмся до самого конца вот сюда вот. Для большего удобства я установил мэп-эдитер и отметил старт и финиш. О, прям специально как в гонках. Найс. Теперь объясню наш маршрут. В моих фантазиях, которые, скорее всего, обречены на провал, мы начнём в аэропорту с стартом, удачно переедем грунт. Далее, из-за того, что шлагбаум не способен... Это кто-то рассчитывал? ...в 4 секунды, а мы не можем сбросить скорость ниже 100, а мы что-то должны придумать. И что немаловажно, ни в коем случае не касаться передним колесом земли. Всё, выдал. Далее, мы должны удачно въехать в первый поворот, что, по-моему, вроде как невозможно, но если всё рассчитать, может и получится. И проехать через центр города. И любым, я повторюсь, любым способом выйти на шоссе. Там ничего особо страшного вроде нет, поэтому можем расслабиться и доехать аж до дьявольского очка. Ну, на самом деле это просто туннель, но... А из-за того, что проехать дальше по шоссе мы не сможем, из-за вот этого участка, где слишком узкие повороты, из-за чего на скорости 160 развернуться будет невозможно. Посему, посему... Это сколько раз не пытался. Ну, он же коснулся. Запечатлев наше имя в истории. И нафиг. Да ты завёл до крайности. Теперь он нам не делится с мотоциклом. А вообще, я хотел взять BMX, но он ужасно неповоротливый, неуклюжий и пипец какой медленный. Поэтому, а ну его нафиг придётся выбирать среди мотоциклов. Динка. Слишком долго набирает скорость. Дабл-Ти. Практически неповоротливый. Руфьян. Слишком медленный. Рокетмен. Слишком неуправляемый. Фогио. Не, ну это слишком. Мотоцикл. И да, это было тупо. Поэтому, мой выбор пал на Санчес. Он быстрый, лёгкий, но очень неохотно лезет в повороты. Поэтому, нам придётся поворачивать в 10 метрах от поворота. А можно, конечно, попробовать свою удачу в заднем тормозе. Но шансы 50 на 50, что Франклин не помрёт. Сорян. Сколько он пробовал дублей, скажи мне. Ужасто много раз. Ну, если бы не получилось, не было бы этого видео. Я думала, что должно выйти. Попытка-1. Так, хорошо. Можем. 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 Ещё разок. Да, да, я взрываю сейчас вот это напряжение. По грунту. Маленькая ямочка. Ещё разок. О, ой, мне коснулся. Коснулся, да. Ещё разок. Ещё разок. Ещё разок. Ещё разок. Ещё разок. Ещё разок. О, только даже выехать. Что не так с этим грунтом? Ла-ла-ла, ладно, окей. Попробуем на нейтралке. И так не получилось. А как на английском будет ещё разок? Ну-ка. One. Another one. Another one. And another one. And another one. О, окей, окей. Резко проеду. Можете... Получилось. Чтобы вы понимаете, он максимальной скорости въехал в грунт и в момент падения нажал на 2, а потом резко W и 8. И всё получилось. Круто. Теперь другая цель. Путём эксперимент. О, окей, окей. Это очень областное. Конечно. Он с подходами, видишь? Доехал до одного места, а то он оттуда начинает и дальше. Нет, попытка 40. Да, ну, понятно, 40, но не с самого начала. Он, наверное, с самого начала. Нет. Как нет? Нет. Как нет? Он доехал сначала, проехал сложный перерыв, ну, отрезок, и там уже начинает дальше проезжать, снова проезжает оттуда. Нет, так он должен за раз и сразу. Нет, нет, за раз и сразу. Так это нереально. Если знаешь, чего ты стоишь, иди и бери своё, но будь готов к ударению. Ты подумаешь, до этого он все попытки доезжал оттуда, да? Да. Да, да, с самого начала. Спустя 4 неудачные попытки у меня получилось его разбить и не коснуться передним колесом земли и даже удачно, если так можно сказать, сошёл в первый поворот, но вот нормально. И мне чего хорошего несу. Экстра сенс! Экстра сенс! Как обидночка. Говно, ненавижу эту игру. Далее, у меня было 7 неудачных попыток со шлагбаумом. Видишь? Ломался, но... Он сначала начинает, он снова бак от шлагбаума. Нет, он не сможет тогда туда доехать. А вот он смог. Нет, 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 нет. Я касался передним колесом земли, либо я поворачивался. И спустя 7 попыток я нашёл странный бак, который нам поможет. Если в 5 метрах от шлагбаума резко затормозить и удариться об этот значок стоп, то шлагбаум резко открывается и швыряет нас в воздух. И нам остаётся только удачно приземлиться. Да и ладно, на мотоцикле... Прямо как каскадёр. Ты посмотри. Только не, только не режься, пожалуйста. Нет, нет, не, так обидно. Так, снова. Давай. Держи, 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 держи. Заходим в сложный поворот. Тихонько. А вот с первого раза его прошёл, прикинь. Блин, странно. Мне казалось, это будет сложнее. Вроде аккуратненько всё. Вот на шоссе страшно. Да вы издеваетесь! На ровном месте! Ты раздлете. Сколько подавцу времени на это? Времени своей жизни. Времени своей юности. Стоишься отсюда ей. Не сына, шо, шлагбаума будет столько ехать и по предвоз. Окей, окей, так. Нужно расслабиться. Эмоции сейчас вообще ни к чему. Главное всё сделать. Я тут саму сер сыграл. Это лава. Это лава. Не надо, за что. Ооо. Снова раз. Он просто такой, да. Минус клава, минус стул. Я ненавижу эту тупую игру. И стул. Жень. Минус всё. After another 12 попыток, я понял, что нам нужно будет держаться или белой, или жёлтой линией. Это единственный способ, чтобы нас не толкали. А, да, и ещё на возвышении нужно ставить на нейтралку, а то мотик улетает. А на спуске наоборот, зажимать её. After another 8 попыток, я наконец-то добрался до шоссе. Всё, шоссе. Ооо, по карте путь. Шоссе. Саша. Блин, нафигеть. Жизнь. Капец. Капец. Сколько часов. Сколько нервов. Это всё самое сложное. Ооо, да, что он сделал. Ой, господи. Ооооо. Нет. Что произошло. Нет, нет, нет. Я переживаю, я не могу. Только не надо по 100 месяцев, пожалуйста. Только не надо по 100 месяцев. Только не на пустом месте. Нет, нет. Не зашло. Ооо. Нет, нет. Ооо. Должен признаться, очко дьявола это не так сложно, как повороты после него. Окей, придётся держаться на линии. На линии. Но не... Я случайно обнаружил, что если поставить на нейтралку, сажать кнопку 8 и ездить вантапами, то можно тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. по-моему я начал уже терять голос не повезло не повезло не повезло не повернее не мог давай смотри где уже сложную очко прошел вот там старт запись только не заполнили только не заполнили конец пожалуйста нет нет мог это сделать спустя 13 дней не вошли видосы за того что на пятый день я психанул и удалил игру и видосы но 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 потом все-таки и давай но зато я смог а подписывайтесь на канал если вы тут впервые и хз можете попробовать поймать мой рекорд если у вас титановые нервы но мне пора самолюбоваться а я напала на прием психотерапевту после этого всего это было очень круто это очень было потно да потому что столько мисполезно просранное время просто хорошо что не я просрал а просто посмотрел и насладился тем что это возможно я в итоге так и не поняла он прошел все это за одну попытку длинную или он кусочек у него были типа точки сохранения даже было видно что он на то же месте далеком он 136 137 а если он просто решил не запихивать это по новой что издеваешься он сто раз пробовал что первое получилось а что он тогда вначале осуждал других авторов которые тоже так монтированно снимали так это как бы монтированно типа я зашел до сюда значит реально и дальше тоже реально дойти и каждый раз просто кусочками за даже если было кусочками это было очень круто потому что вот на я особенно там где была очко делал я так переживала я реально прям так нервничала он такой вот так вот прям лавировал это прям вообще жесть такая была я не знаю что дало мне это видео конечно ты знаешь что может приехать на заднем колесе. Да, это очень ценная информация. Даже с одного раза, если ты очень повезет тебе. Это была очень ценная информация. Но Рэкк очень крутой и очень переживательный. А если тебе тоже понравилось, ставь лайк и оставайся с нами. Пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.